Традиционный исторический час, по времени, по хронометражу практически час у нас есть Добрый день, меня зовут Владимир Светанин Я приветствую историка, краеведа, руководителя музея Вятского государственного университета Евгения Питунина Ну а я приветствую всех наших слушателей Евгения Питунина, здравствуйте, а чем июль занимались? Июль выдался в плане погоды очень и очень даже хорошим Каникулы, немножко реставрации, немножко пополнения экспонатов Вот готовим глобальную выставку Открывается она 10 сентября и будет посвящена 60-летию начала телевещания А как раз в 58-м году, да, это было? Да, но в 57-м уже телецентр был построен, в году, о котором сегодня пойдет речь Но тем не менее, будет очень интересно, совместно с ВБТРК Будет выставка в инженериуме, это Преображенская 41 Где, собственно, музей располагается Да, располагается музей ВятГУ Вот, а пока у нас лето, отличные вечера в Ботаническом саду будет Да-да-да, в прошлую пятницу мы как раз-таки анонсировали план мероприятий в Ботаническом саду на август и сентябрь Я думаю, что многие слушатели возьмут на заметку Да, у нас будет 17 августа Эльтаунга в саду... А 19-го по-прежнему Джасмин Сарбин Ну и 23-го я там читаю лекцию по стилягах на ВятГУ Вот мы тут гадали с Николаем Голиковым, вам небезызвестным самым, Евгений Альбертович, придет в чем-то стиляжном или не придет? Приду, приду, в прессе меня Путятиным назвали, но я думаю, кому надо, тот знает Многие вас по-доброму называют Пят-Пят-Тунини Ну, это историческая фамилия от деда Да, да Так, ну, сегодня, да, программу мы посвятим чему? Мы начали еще в преддверии 9-го мая история нашего города Кирова непосредственно в послевоенное время И вот так постепенно, от передачи к передаче, мы уже добрались до 1957-го года Ой, хороший год Да, и сейчас мы будем подробно освещать те события, которые произошли непосредственно в том году Да, кстати, вот знакомые меня часто спрашивают, музей, который вы возглавляете, он открыт вообще? Он работает в режиме выставок А, выставок, то есть так просто вот в улице не попасть Или выставки они регулярно происходят? Ну, я в частном порядке могу фонды показать Да, пока вот в режиме выставок работаем Итак, на 60 лет вперед А, назад, простите, да, переносимся на 1957-й год Да, хороший год Позади легендарный 20-й съезд партии, да? Ой, много чего В 1956-м году Ну, могу сказать, что вот на фоне всех этих трудовых лет, там, разоблачительных, голодных и прочих 1957-й, прямо-таки, феерический год такой для всей страны Это год предшествующий году моего рождения Ну, вот прямо, действительно, читаешь, и жизнь бурлила и пила Тут и фестиваль, тут и спутник, тут и собака в космосе Тут и первая францовщика В общем, тут и партийная борьба Отставки правительства За наследие так же жуткого Тут и события на Кубе В общем, скучать не приходилось И интересно бы было побывать, конечно, в этом году Вот что мы и сделаем сейчас виртуально Вот единственное, что эфир, ой, был на радио У нас будет не только шестислетие начала телевещания, но и 90 лет радио, наверное Радио 1957-го года, оно было предоставлено в основном абонентскими громоговорителями Проводными Или радиоточками Они уже были, ну, оставались вот эти послевоенные огромные черные тарел Но в основном были уже претензии на дизайн радиоточки Уже и пластмассовые Промышленность работала уже активно в этом направлении Да, и артели, и артели, и заводы все лепили эти радиоточки Вот, и в каждом доме она была, будила утром гимном В 6 утра на сколько-то в этом совете В 6 утра, да, на завод, вот она и функции будильника И обычно ее не выключали В доме вот это единственный такой был у нас Доступный эфир Не эфир, а проводное радио Потому что радиоприемники, они еще, в принципе, были предметом роскоши Особенно дорогие Богатые приемники В дереве полированные радиолы Они были там модельными министерскими, генеральскими Полноценный предмет интерьера Интерьера А обычно народ попроще Вот в Ирове брали там поменьше, маленький И в карболите, в таком дереве без отдел И огонек, москвич, вот приемнички были стрела Вот 57-го года И, ну, слушали Конечно, даже для колхозов были специально выпущены батарейные приемники А у нас в Ировской области, в отдаленных колхозах, чего говорить про 57-й год Электричество в деревне провели в 70-м году Были, чтобы там прослушать политинформацию на полевом стане Были специально батарейные приемники То есть сам приемник отдельно И куча батарей, их размером с хорошей ирпич, они были отдельно Вот это вот приметы эпохи Ну, в целом, конечно Что можно было послушать На то и привесцы, партсъезд, разоблачения Планы и так далее Международные новости И то, что в районах у нас там Как-то сейчас, вот кто знает Терра инкогнито, там, что делается в Туже или Арбаже Или там в Афанасье А тогда вот постоянно работали газеты, писали и по радио Но сейчас сайты есть у нас в муниципальных образовании Можно в интернете найти Ну, кто пойдет А там ты хочешь не хочешь, ты будешь слушать Сколько там волков в каком-то районе добыли Или там еще какие-то новости Ну, в основном, конечно, все было помимо региона Тут была своя жизнь, своя битва В верхушке, в обкоме партии Новая власть, старая власть Но в основном центральное событие А самым центральным событием был, конечно, фестиваль В 57-м году Полное название, напомню Фестиваль Международный фестиваль молодежи и студентов Это был шестой Даже шестой Вот где были перед этим В Берлине, по-моему, еще где-то Но вот представьте, что В Москву, ну, конечно, из Ирова поехали туда Но приехали 34 тысячи юношей и девушек Из 131 страны мира Вот Это же отовсюду Из Мекси Из Зимбабве Там, из Аргентины Отовсюду Кто приехал? Студенты Откуда у студента деньги? Позвольте спросить На фестиваль Правильно Написали, что целый месяц по Москве гуляли толпы бездельников Которым, в принципе, СССР и оплатил Приезд, отъезд и проживание и припитание Потому что любые людоеды в Африи Если они там, как сейчас говорят, боевики Если они выступали против правительства И называли себя лояльными Не коммунистами А даже чуть-чуть лояльными Социализму или коммунизму Они немедленно получали финансирование Из СССР И оттуда называлась прогрессивная молодежь Которая, может быть, и понятия не имела Социалистическая молодежь Да, да, да Вот они и съехались Ну, разные были люди Но в целом, действительно, СССР Он понес огромные затраты Об этом сейчас Не вспоминают на фестиваль Ну, конечно, было Ну, в мир посмотрели на яркую жизнь Этой прогрессивной молодежи Вот И появились и стиляги, и францовщики И дети фестиваля всех цветов И прочее, и прочее Но Кировская делегация наверняка Ездила в столицу Да, конечно же На фестиваль Да не только фестиваль Тут кто угодно Не знаю, были ли девушки с целью выйти замуж за иностранцев Как у нас на Модиале Ну, наверное, что так было Откуда взялись дети фестиваля Да и в Ирове, говорят Где-то вот я что-то читал Что и после 57-го года И в Ирове, и негритята Непривычно для вятки цветов кожи Естественно, природа берет свое Все было интересно Вот если, например, из дальнего района Девушка, что она видела там Господи Боже мой В своей деревне и вырвалась Когда на грузовиках возили студентов С транспарантами А тут бразильцы Ну, а что поддержка была Конечно, не только всех людоедских и прочих партий Но вот в 57-м году, к примеру, СССР простил Албании Затолженность по кредитам на сумму 442 миллиона рублей Вот Это не те рубли, которые сейчас Не те рубли Это на фоне того, что дорог в стране не было Сельское хозяйство было Как там говорили Хрущев запустил не только спутник Но и сельское хозяйство А ответ был в анекдоте Что передай своему папе, что я сажаю не только кукурузу Но кукуруза была позднее Вот Албании, простили Ничего не меняется в этой стране Боже ты мой 442 Представьте, сколько Хорватину что-то простили вот недавно Построено, да Как раз во время проведения Мало того, что простили Еще добавочный кредит Албании дали 31 миллион рублей Для отмены у них Запомните, карточные системы То есть для отмены в Албании Карточные системы Советский Союз Простили 442 миллиона И еще вдобавок 31 миллион Даже наш город Можно было Если бы отдельно взятый На этот 31 миллион Да какой город Всю область бы Сделать Вот И еще обязался Оказывать помощь В разработке плана развития Албании На 15 лет Ну как же Дружественный народ Да Ну и страсти были У нас конечно Вот Даже Хрущева сместили С поста первого секретаря В руководстве СССР Ну это тоже событие года возник Раскол Хрущева действительно Сместили в 57 году Но через Три дня пленом ЦК КПСС Отменил ЦК Компартии Если кто подзабыл Отменил решение О смещении Хрущева А наоборот Те кто его смещал Были объявлены Ну если не врагами народа То Антипартийной группой Молотова Агановича Маленкова И примкнувшего К ним Шипилова Это уже мем Конечно известно Шипилов Это был Председатель ГБ А у нас на местном уровне Эти события политические Как-то отражались Конечно Тут была борьба У нас же я говорил Про первого секретаря Здесь Были ставлены И Москвы Были авторитарные Руководители Была борьба И это все Усугублялось тем Что в 57 году Начала разрушаться Сталин Вертикаль власти Которая была Выстроена Практически Вот По сегодняшнему принципу Точнее Сегодняшняя По тому принципу А Хрущев Решил власть Децентрализовать Вот за что В частности Пытались его сместить И поэтому В Пирове Такое Возникало Двоевластие То есть В 57 году Возникли Совнархозы Это И органы Были Местного самоуправления Которые Вначале Планировались Немногочисленными И Не очень влиятельными Но как и всегда В России Бывают Они Обросли огромным Чиновничьим аппаратом И Ну да Действительно Двоевластие Параличенно Вот если представить Да Вот наш университет Главный корпус Вязкового Госуниверситета Вот он Был примерно На одну треть Меньше тогда Он не был Конечно Университетом А вот это здание Ближе к правительству Области Ближе Радиостанции Ну я понимаю Да Это был Построен И Назывался Совнархоз Вот здесь Такая была Альтернативная Власть Но это Это еще мало Вот В 60-м году Вообще Омы разделили На сельские И промышленные Это вот Был полный финиш Ну и тогда Была путаница Конечно Кто за что Отвечает Должны были Конечно На Фонях Благих намерений Что будут Сами Принимать решения Без УАЗ И Москвы Вот Децентрализация Власти Больше свободы На деле Все получилось Как обычный Образ Чиновниками Запутались Сами в себе И в итоге Следующей власти Следующему Генеральному Секретарю Брежневу Пришлось Всю эту лабуду Отменять И возвращать Но это уже Другая история Более поздняя Обычная рельса Ну мы до Ирова Доберемся Но сейчас Пробежимся В целом Не может уже Наш город Вакууме Существовать Посмотрим Что в 57 году Все таки В мире было Ну вот представьте В этом году В США Насчитывается Около 100 тысяч Владельцев Внимание Цветных телевизоров Цветных А у нас Пока еще В городе Если сотня Было владельцев КВН Ну КВН Там Их-то Других Моделей Там уже были Ленинград Телевизор И еще В 57 году Кое-что делали Но вещание Началось через год Люди Запасались Телевизорами Заранее Вот стояли Элементы интерьера И ждали Ждали запуска Хотя в 57 году Было построено А в Америке У нас на весь город Ну город был Тогда Где-то 1250 300 Максимум Ну еще Не начался Массовый отток Сельского населения А там 100 тысяч цветных Ну есть Вот возник такой Персонаж Фидель Астра На Кубе В 57 году Повстанцы Во главе с Фиделем Совершили Первую боевую операцию Против Правительственной армии Нападение За арму В Лаплате Конечно Им он Ни социалистам Ни коммунистам Тогда еще не был Вот Только Замутил Парст Все эти дела Это уже в дальнейшем Вот Ну и События в Итая Начали развиваться Компартия Итая Приняла указания Подтвердившие Переход партии И тайским методом Строительства Социализма На основе Идеи Маадзе Дуна Что и привело В дальнейшем К разладу Культурной революции Этим Чугунолитейным Печам В каждом дворе Истреблению Воробьев И прочим И прочим делам И в итоге Конфликту С СССР Который Вывелся В противостоянии Уже в пограничных районах Но это уже в поздние годы Ну вот Маадзе Дун Тогда начал Ну Если есть более веселых событий То На другом конце мира В городе Ливерпуль Джон Леннон Познакомился с Полом Маккартни Вот интересно Вы посмотрите В это же время В бывшем винном погребе Открылся Эверн Клаб То есть Клуб Пещера Который Через несколько лет Отприветил Будущих Битлс И оттуда Началось их Триумфальное путешествие По планетам Вегендарные Битлс Вегендарные Ливерпульской четверки Да И в Риме Подписали договор Об учреждении Европейского Экономического Сообщества Все это 1957 год Вот Ну Что же у нас В городе было Да Давайте Об этом Вот К 1957 году Построили Путепроводы Первый На улице Муны Через Железную Заробу А второй Это Октябрьский проспект У ОЦМ Когда не было Этих Эстакад Автобусы Троллейбусы Позднее Уже стали ходить Особенно По московской Автобусы Переезжали Через рельсы Вот были То есть был Спуск Да Подъем был Да И даже Предпочитали ходить То есть сейчас Богом забытая Дорога Она была Параллельно Улице Московской Коммуны Как бы Севернее Вот она выходила Прямо Воротом Епархиального Училища Была Многоводная Многоводная Речь Полюльчин Там мостик Через нее Сейчас это Переулочек От От станции Иров-2 Киров-Котловский Да А тогда вот Альтернативные Обходили А на ОЦМе Конечно было Движение Там Много Людей ездили Потому что На заводы И на ОЦМ И на Филей Вот Надо было Развозить Ночью После смены Куда-то И вот была Грандиозная Авария Когда Грузовое С людьми В кузове Попал Вот Поезд Да Там Большое Количество Погибших Был Большой Стрес Предптеча На все Страну По-моему Прогремел На стадионе Да Поэтому Ускорили Процесс Сейчас Расширили Этот мостик Но Тем не менее 1957 Год А до этого Были При таком Неинтенсивном Движении Вот Все Даже Даже Пропки Собирались На это Но В целом Город Был Накануне Больших Перемен Октябрьский Проспект Строительный Перемен Да В том числе Он Тиром Обозначался Но У большинства Жителей Жизнь В принципе Она Не менялась Пустили Своему Дореволюционной То есть Те же Дереволюционные Только плотнее Стали жить Те же Дореволюционные Деревянные Дома Те же Скрипучие Лестницы Те же Холодные Сортиры Тоже Отсутствие Удобств Вот Печное Отопление Да Дрова Был Дрова Можно было Купить У нас был В городе Дровяной Склад Это Если Представить Улица Ленина И Герцена Вот там Было Это Страховое Агентство Или страховая Компания Сейчас я не знаю Что в этом доме Ну это остановка Сейчас в Рифонах Монастырь Да На четной стороне Церковый дом И вот Во дворе Был кровяной Склад И Дрова Можно было Купить Домой Заказать Интересно Было Что первые Люди Которые Езжали В Сталинские Дома Пусть даже В коммунал И там Или Ну хрущевки Они в 57 году Начались В СССР И конечно Позже В 57 уже Начали Чремуш Застраивать И все То было Печное Отопление Не только в деревянных домах Но и в кирпичных Вот на всех Сталин Были трубы На кухнях Обязательно Была Ну она Из кирпича Была Печного Железом Закрытая Обычно Прямоугольной Формы Туда можно было Поставить ванночку Детскую Ветить воду И интересно Что покупали Дрова И мужики Таскали свои Дрова Были дровини Либо во дворе Либо в подвале И вот Когда надо было Протопить Бежал в подвал Набирал Вязан Дров В принципе Не считалось Физкультура Да Большинство домов Отапливалось Не от ТЭЦ ТЭЦ еще В принципе Не получило От их мощности Своей отельной То есть Во дворе Представьте У вашего Она огромная Горячая труба Куча этого Пепла Засыпает Двор Куча этого Шлака Которые выносят Если углем Топили Там или чем-то То есть Если Вам не повезло Было в ту пору Попасть в тот дом Где Была в подвале Котельная Да еще и в тот подъезд То это очень сильно Не повезло Главное тепло Главное не холодно Так же В Дровинниках Вот при искученности Продолжалась И Это личная жизнь То есть Если Много поколений В семье То Обычно Молодые Лето Жили Проводили электричество Радио Там Обустраивали жизнь Временный летний домик Я имею ввиду Не в подвалах И подвалы Ну да Вот эти постройки Во дворе Которые Они сейчас Порой вот едешь В сторону Там Отдаленных районов И Смотришь Ага на древние И еще живы-живы Вот с той поры Уже Еще не упали К 57-му году Город начал Обрастать Поселками То есть Предприятия Уже так Почувствовали В себе Силу И мощь И возникали Они и назывались так Поселок Сельмаша Поселок ТЭЦ Там Не микрорайон А просто поселок Поселок Завода ОЦМ Такие направления Куда дальше Город развивался Там в принципе Всех-всех знали Вот К примеру Поселок Сельмаша Там был огромный Деревянный Клуб такой Сейчас и воспоминаний Не осталось Была своя жизнь Город не часто Наверное Все это И вот это разделение Поселок Оно и привело Дальнейшей Такой Многолетней Даже Десятилетия Районной Розни Потому что Уже тогда Наверное Было опасно Заехать Хотя казалось бы Из-за чего Да Ну просто Нет В 57-м еще Такого Может быть Не было Ну это почему Там всегда Были Если в город Из деревенских Езжались То всегда На танцы Деревня В деревню Там местный Приоритет Их-то погнали Наши деревенских И прочее В ту же пору А деревенские Говорили Погнали Наши городские Ну а тут Погнали Район на район Вот поселок Вот поселок Филе Этого Завода Ну Филейского Ну тогда Еще Не знаю 20-го Это процесса Когда Может и Присходили Тогда уже В 57-м году По-моему Это 50-е Да Еще интересно Что При Кризисе Жилищном Когда Было 5,5 метров В 57-м году Началось Такое Явление Как Застройка Хосспособом Домов То есть Ни город Ни предприятия Не могли Обеспечить всех Но Самые Продвинутые Заводы Они Выбивали Себе Территорию Завозили Свои материалы И Вот Люди Знали Что Они Получат Квартиру И После Работы Счастливый Будущий Новосел Он Дул На Вторую Свою Смену По Строительству Собственного Жилья Это Вот Если Ехать Сейчас По Улице Лепсе И Оттуда Направо Перпендикулярно Улица Цеховая Улица Вот Эти Малоэтажные Там Не очень Высокие Домов Это Даже По Улице Дзержинска Вот Это Бывший Поселок Хоцема Они Были Застроены Хосспособом То есть Там Человек Шел Он Старался Он В отличие От Наемных Все Таких Работников Он Делал Это Для себя Где Огороды Там Разбивались Да Поэтому Люди Стремились Выехать Из Бараков Этих Военных Послевоенных И поэтому А дома Строили У нас В 57 Году Не было Еще Завода Для Производства Ирпича Силикатного Ну Красный Тоже Ирпич Где-то Еще Может И делали Но Раньше Где его брали Церкви Ломали Вот И В первую Очереду Использовали Если Можно А Поэтому Строили Из шлакоблоков То есть Вот эти Массовые Котельные Они Производили Шлак В немеренном Количестве А Стоило Чуть-чуть Добавить туда Цемента И так Что-то Цемента Образующая Связывающая Фракция Была И вот Такие Отвратительные Виды Черные Сыплющиеся Шлакоблоки Хватало Например Построить Дом Даже Помню Знаменитый Мультфильм Вовка В 3.9 Царстве Там Одна из Загада Василисы Премудрия Была Сколько нужно Шлакоблоков Чтобы дворец Построить В 3.9 Мультфильм То есть Того Время И поэтому На заводе ОЦМ В частности Вот эти Дома Строили Шлакоблоков Но Их потом Так же Штукатурили Красили В розово-желтый Цвет Они не отличались От кирпичных Но вот Честно говоря Жить бы Не очень Хотелось Но тем не менее Было Счастье Все-таки И получить Даже Не в большой Какой-то Сталин А Вот методом Народной стройки Как тогда Назовали И никто Не следил за этим Никто Не пытался Что-то пытался Наказать Не может Человек Там была Планировка Была Все вот Где-то Ну вот Бывшая Пригородная Деревня Тиминцы Это вот Как раз УЦМ Которую Называли Латун И тогда Вот он Построил Первое По Селу Это было Дешевле Чем из Красного Ирпича Ну Пример УЦМ Был Заразительный Правильный Вот этим Хосспособом Или методом Народной стройки Начали строить Поселок Сельмаш И Тец Филей И шинный завод Подключился На И ныне Этот район Вот я уже говорил Район Называется Болото Вот на границе Болото Была построена Улица Шини Она вот так и называется Вот Игорь Игоревич Давайте сейчас Небольшую Паузу сделаем Рекламу Да я скажу Что все хорошее Потом повторяется И вот эти МЖК Которые возникли У нас Во время перестрой И это было В принципе Копирование Вот этого Метода Вот этого процесса Так реклама Евгений Питонин Историк Крайвет Руководитель Музея Вятского Госуниверситета Программа Историческая программа Сделанная в Вятке Вернемся через Полтора минуты Продолжаем наш разговор 1957 год Напомню Город Киров Ну и год Конечно же Примечательен еще И тем Что грандиозные Строительные планы Строятся И строительство В прямом смысле Начинается Пунктируется Мы сказали Октябрьский просвет Обозначен И народный строй И октябрьский И все Ведь народ Тогда Понимаете Никто же не знал Чем это закончится Что все это Сползет Сползет Вначале Хрущев И потом Темпы Занизятся А потом И вообще Заглохнут И Жилищный Призис Будет Фактически Сохраняться До Распада СССР А тогда Думали Что раз Начали Интенсивно Строить То это И будет Вот мы Бараки Ну не в этот Дум Мы на Октябрьском Едем Ну через два Года Построят Вот эйфория Была Тем более Спутни Фестиваль Музы Танцы Все Паради Можно было Слышать Ну вот я Главное Событие Года Все Наверное Если Собак И в космосе Это Ладно Лайка Вот Кстати Собак Возвращать Никто Не думал Поэтому Все Так Это Геройские Животные Они Там А тогда Известно Было Сигареты Лайка Были Особо Шик Это В ресторане Заказать Новый Бренд Сигареты Лайка Лайка Да По-моему Вернули Белку И стрелку Первая Собака И они Загорели Ну Космонавтами Навсегда Не будем А печальным Все И фестиваль Вот Конечно Упор на стиляга Но в 57 И стиляги Ну Не было Еще Тем более В Ирове Это же Всегда С запозданием А стиляги Ну Понятное Дело Что Имидж Уже И стиль Описан Эти Узкие Брюки Мы посвящали Там Программу Кировскую Стилягу Вот Нынешние Хипстеры Вот И штаны Идешь По улице Смотришь Там В обтяжечку Штаны Голая Нога Там Носочки Короче Интересно Что Или вообще Без носочков Ну да Вот что-то Такое Вот это И стиляжная Мода Была Мода В Ирове В 57 Году Она была Полностью Противоположной Такой Антистиляжной То Все серые По-прежнему Люди ходили Нет Она Была Уже Более Такая Мода Или Более Повеселее Уже Более Человечная Но все равно Если человека Вот нынешнего Одеть В то Что носили Тогда Это Огромный Стресс Вот Например В достиляжную Особой Считался Это Широченные Широченные Штаны 30-35 Сантиметров Причем Это Не Клеш А Штаны Были Вот Они Впечатление Юбки Производили Смотришь Старые Фотографии В этих Широченных Штанах И Мужчина И Женщина Нет Женщина Они Практически Особенно У нас Через год В нашем Консервативном Я забегу Вперед Через год Когда у нас Хрущев Выпер Институт Пушнины И Животного Сырья Он Назывался Это Сегодняшний Униоз В Иров То Приехал Будущий Доктор Наук Рытин Сергей Александрович Иров Он ходил Фотографировал Узнавал Место И Потом К нему Подошел Занудного Вида Местный Гражданин Ткнул Пальцами Молодой Человек На вас Женский Головной Убор То есть А Рытин Был в берете С пипочкой То есть Если Даже Берет Не могли Идентифицировать Как Мужской Женщина В штанах А вот И хотели Штаны Причем Эти штаны Были В складах На талии Они начинались Вот там И Вот Если Помните Сейчас Не делают А раньше В армии Штаны Выдавали Там Были Матерчатые Полуремешки Которые Могли Утянуть Талию На тех Штанах Было Не два А один Сзади Что На армейских Галифе Что На гражданских Пиджаки Уже стали Не 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 столь Гигантские С этими Ватными Плечами А уже Приталенные Короче То есть Сочетание Укороченный Пиджак Широ Элац Ну это Все Отображено В советском Минематографе Конечно же Это можно увидеть Посмотреть Ну и зимой Конечно Хрущевская Мода После Сталинских Вот этих Полувоенных Френч У чиновников У нас Тоже Сохраняли На фото Попадаются Мода Была Особенно Зимняя Это Шляпа Пирожок Обычно У Большого Начальства Ракулевая У народа Попроще Цегей Вот И обычные Шляпы Входили В моду Особый Шик Это были Шляпы Из Чехословакии Которые Там Где-то Привозили И доставали Фирмы Бриллианты Топаз Носили Женщины По-прежнему Ходили В платочках С косами Шаль Небольшая Такая Была Прослой Интеллигенции Которая Могла Позволить Ну представьте Валенки Зимой По-прежнему Докладно Валенки Валенки Это Валенки У начальства Бурки А вот знаете Что такое Ноговицы Ноговицы Ага Были Рукавицы Были ноговицы То есть Это для 57-го года Это была Распространенная одежда Особенно для бедных Вот таких Сел Деревень Ноговица Это такая Типа Большой носок Сшитый Вот Рукав от телогрей Если взять И заштопать С одной стороны Одеть на ногу Вот это Ноговица А сверху Одевалась Галоша То есть Удобно Практично И тепло Передвигаться И тепло И не затратно Можно было Дома сшить Вата Это был Основной Утеплитель Вот Я не знаю На фото Да что говорить О ноговицах Вот если Правда Не Не из Нашего Региона По-моему Из Калужской области 57-й Год Рынок Видимо Какой-то Райцентр Съехались Крестьяне В лаптях Лаптях Лето Соответственно Лето Да То есть Я полагаю Что и у нас Отдаленное В 57-м Так же ведь Был дефицит На мануфортуру Я в 80-х В 80-х Рос Лапти прекрасно Помню В сельской местности Но в них Конечно Никто не ходил Но тогда ходил Тогда все Вот ничем Можно было увидеть Я думал Дореволюционные снимки А это Оказывается С одной стороны Представьте Это Спутник Космос Там Все В запое Читают фантастику Строят Телецентры А с другой С другой стороны В наговицах И лаптях Ну вот Кроме галоши Еще У нас же Конечно Вят Это еще Салтык Ухщедрин отмечал Что Грязь 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 И весь город То нет в грязи Осенью И весной И поэтому Если Галоши Их носили И с наговицами И просто одевали На обувь Чтобы пройти Через Вятскую Такую Бездорожную Распутицу У нас вот Школа Я учился в 37-е Это уже были 60-е годы Школа В 59-м году Так вот До 60-там Чуть ли не до 70-го Перед Входом в школу Было такое Железно-крыто И мини-швабры Были Сверевочные То есть Надо было Люди приходили Вот откуда-то По грязи Ее больше Это следило Да И вот Надо было В воде Вот эти сапоги Мыть А что говорить О 57-м году А второе явление Это уже Более дамс Это были боты Сейчас боты Ну боты Боты представляют Откуда слово Такое вообще Известно А это упрощенный ботинок И они могли быть Полностью резиновые Но вот эти боты Они порой тоже Одевались Не просто на ногу А на Какую-то Офисную Как мы сегодня сказали Обувь И вот в этих Огромных Тяжелых ботах Почти как немцы В этих Раза цвали Войну Вот так Шлепали по грязи Просто я помню Я помню еще С детства Уничтожительное Обращение Ах ты В ботах Ругательное Такое Ну было Не очень элегантно Хотя боты Тоже пытались Сделать Там И с каблуком И с Псевдозастежкой Сейчас вот Кстати Что-то такое Возвращается Все же идет По спирали Вот есть Очень хорошие Я купил на дачу Не жалею Из этого Этилен Винил Ацетат Вот И легчайше Вот тоже Ну я конечно На ботинке не одену Но например По сырой траве На дачу ходить Вот В таких ботах Это Хорошо Минутка Давайте Ранцируем появление Не успели Все-таки В следующем году Телецентр Строился телецентр Он уже в 57 году Был построен Все ходили Смотрели Ждали Одновременно С телевышкой Телевышку Привезли Из Днепропетровс Былушную Или новую Новую Но это были Вышки Которые ставили На химзаводах Чтобы Датчики Загрязнения Какие-то Распылять И это Вредные выбросы Чтобы Не травить людей И вот эта вышка Она С небольшой переделкой Стала Использоваться Как Носитель Для передатчиков Да И она горела Вот Чему там горит Но видимо Были Это леса строительные И все Построили нижнюю секцию Потом приподнимали Следующую Вставляли Вторую От земли Потом приподнимали Снова И вот так До верха И Горела она Не могу найти фотографии Где пожар Но вот это был Один шаг До Телеовещания Открытие Ары телевидения Мы поговорим 50 Восьмого Может быть Через две недели В целом В принципе В 57-й год Это было Оттепель Это Лундстром Играл свой Атом буги Это была музыка Это уже Появился термин Рок-н-ролл Это было весело Это было Хорошо Была пора ожиданий В общем Время было замечательное В общем Поколение Послевоенное Дети Послевоенное Уже подросли Раны Затягивались С каждым годом Военные Спасибо большое Евгений Питонин Историк Краевед Руководитель Музея Вятского Госуниверситета До встречи Через две недели И еще раз Можем пригласить На вашу встречу В ботаническом саду Какого числа Еще на помните? 17-го Вечером У нас будет Эль-Танго Можно на сайте ВятГУ Посмотреть В 19 часов А 19-го Будет Джас Мансард Да И вы селекцией О стилегах Там у нас Можно посидеть Ведь там стулья ставят Все боятся Что там стоять Два часа нет Нет Полный комфорт А я Селекция Селек 23-го 23-го Начало Тоже в 7 часов В 19 часов Ботанический сад Еще раз напоминаю Карла Маркса 95 Спасибо большое До свидания